Вместо наземной дороги дорога воздушная. Такой рецепт борьбы с пробками предлагает группа брянских ученых. Суть их проекта состоит в том, чтобы соединить отдаленные районы города к канатным метро. Одним из первых сторонником этой идеи стал Леонид Вольпер. Бизнесмен готов и поучаствовать в инвестировании проекта, в случае, если он получит одобрение. Это не фантастика, что это абсолютно реальное и перспективное дело для Брянска. И это выход. В этом году, в январе, я катался на лыжах, я ежегодно катаюсь на лыжах, горнолыжный курорт французский Лазарк. Там не только зимой, когда наплыв горнолыжников, туристов, но и летом круглогодично используется, допустим, канатная дорога ТрансАрк. Она решает проблемы там не только транспортные, она и сохраняет, скажем, и очень красивую природу. Разработкой проектов канатного метро занимается межрегиональная группа ученых, которая получила уже более 50 патентов на различные изобретения в этой области. Среди идейных вдохновителей бывший ректор БГТО Александр Лагерев и его сын, кандидат технических наук Игорь Лагерев. Сама идея надземного передвижения не нова. Канатное метро уже используют как общественный транспорт в Европе, Азии и Латинской Америке. Эта система, она многоканатная. И для подвешивания пассажирской кабины используется несколько канатов, до четырех канатов. Причем каждый из этих канатов в состоянии выдержать вес полностью нагруженной пассажирской кабины. Так что для того, чтобы произошла какая-то ситуация с обрывом кабины и так далее, необходим обрыв четырех канатов одновременно, что практически равняется нулю. Преимуществ у канатного метро перед обученными транспортными средствами много. В первую очередь, это, конечно, возможность рассчитать, за сколько времени ты попадешь из одной точки в другую. К тому же транспорт полностью экологичен. При этом ученые подчеркивают принципиальную разницу между канатной дорогой и канатным метро. Плюсов у последнего несравнимо больше. Это и современные механизмы передвижения, и большая вместительность кабинок. 50 человек – это не предел. Здесь можно даже организовать кольцевую линию, что очень удобно, так как мы можем связать, в общем-то, достаточно быстро все центры всех наших четырех брянских районов. Для посадки пассажиров на станциях канатного метро необходима только специальная посадочная площадка на высоте 20-25 метров. Разработчики проекта надеются, что это привлечет к строительству и инвесторов. Ведь многоэтажное здание с площадками на крыше можно использовать и как торговые центры. Подобные проекты уже есть в Нижнем Новгороде. Там два района города соединяет канатная дорога. У жителей она пользуется большой популярностью, даже несмотря на то, что уступает более современному канатному метро. Ученые просчитали, что для нашего города этот вид транспорта подходит идеально. Отдаленные районы, вражеская местность и пересекающая ландшафт река. Решение быть или нет канатному метро в Брянске теперь будет зависеть от областных властей. Евгения Павликова, Владимир Сидоров, События Брянск.